Кислород Кислород – самый распространенный химический элемент земной коры. Входит в состав воды и большинства органических соединений. Кислородная атмосфера Земли сформирована живыми существами, а современные, высокоорганизованные формы земной жизни невозможно представить без кислородного дыхания. Поэтому неудивительно, что определение содержания кислорода в окружающей среде является одним из ключевых анализов в оценке состояния природных объектов. Мы будем определять концентрацию растворенного в воде кислорода в различных природных и искусственных водоемах и попробуем сделать научные выводы из наших наблюдений. Для анализа концентрации растворенного кислорода используется классический метод, разработанный Лаешем Винклером и опубликованный в далеком 1888 году. Несмотря на почтенный возраст этого метода, он активно используется в лабораторной практике и по сей день. И это неудивительно, поскольку метод отличается крайней простотой, надежностью и воспроизводимостью результатов. Не требует дорогостоящей и капризной электронной аппаратуры. Метод Винклера основан на йодометрии, классическом варианте анализа концентрации окислителей или восстановителей. Сущность йодометрии состоит в том, что сопряженная пара окисленной и восстановленной формы йода, молекулярного йода и иодида, обладает в среднем по величине стандартным электродным потенциалом, что позволяет использовать реакции окисления и иодида до йода или обратный процесс для анализа широкого спектра соединений. А сам молекулярный йод легко выявляется надежным и дешевым индикатором – крахмалом, с которым йод дает окрашенное соединение сине-зеленого цвета. Реакции, подобранные Лайшем Винклером, хороши тем, что протекают практически мгновенно и до конца, что и обеспечивает простоту и надежность методики анализа. Определение растворенного кислорода по Винклеру состоит из нескольких этапов. На первом этапе в пробу исследуемой воды вносят растворимую соль марганца-2. Мы использовали сульфат марганца, поскольку в дальнейших реакциях будут участвовать и другие сульфаты. Субтитры создавал DimaTorzok Затем, при добавлении щелочи, в нашем случае гидроксида натрия, выпадает малорастворимый гидроксид марганца-2, который сразу же окисляется растворенным в воде кислородом до нерастворимого аквакомплекса оксида марганца-4. Сейчас мы наблюдаем образование коричневого осадка нерастворимого диоксида марганца. Это ключевой момент всего метода, поскольку именно на этом этапе происходит фиксация растворенного кислорода и перевод его в форму, подходящую для дальнейшего анализа. Поскольку реакции идут быстро и сопровождаются образованием нерастворимых соединений, то атмосферный кислород не успевает поучаствовать в процессах и исказить результаты анализа. Таким образом, весь растворенный кислород переведен в нерастворимую форму диоксида марганца. Остается только определить его количественно. В состав щелочного реактива входит иодит калия, который не участвует в реакции, пока среда имеет щелочной характер. Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, мы вносим в наши пробы серную кислоту для нейтрализации щелочи и создания кислой среды для последующих реакций. В кислой среде диоксид марганца окисляет иодит калия до молекулярного йода, а сам превращается в исходное соединение, растворимый сульфат марганца-2. Итак, в результате цепочки реакций у нас образовалось строго определенное количество растворенного в воде молекулярного йода, которое точно пропорционально исходному количеству растворенного в пробе кислорода. Примечательно, что концентрации всех реагентов на этом этапе не обязательно должны быть очень точными. Довольно лишь того, чтобы их количества были достаточными для полного связывания кислорода и образования молекулярного йода. Пока главное, что произошло, это выделение молекулярного йода в точном количестве, соответствующему количеству растворенного кислорода. Теперь точно определить концентрацию йода в системе это лишь вопрос техники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для этого мы используем стандартный метод йодометрии. Титрование теосульфатом натрия, в результате которого теосульфат окисляется до тетратионата натрия, а молекулярный йод восстанавливается обратно до иодида. Проявителем этого процесса является крахмал, который образует с йодом, а точнее с комплексным йодом йод-3 с минусом, окрашенный от дукта. Соответственно, при достижении точки эквивалентности, когда весь йод будет восстановлен, окрашенный раствор обесцветится. Вот так все просто. Это единственная стадия анализа, когда нам требуется реагент в точной известной концентрации. Это наш тетрант – теосульфат натрия. Поскольку теосульфат натрия является нестойким соединением, которое может реагировать с атмосферным кислородом и влагой даже в кристаллическом виде, то приготовить точный раствор по его навеске невозможно. Поэтому для определения точной концентрации нашего тетранта – теосульфата натрия, мы должны провести его стандартизацию по другому раствору – хорошо известному лабораторному окислителю бихромата калия. Это необходимо делать перед каждой серией анализов для свежеприготовленного раствора тетранта. Итак, мы имеем наши пробы с молекулярным йодом, количество которого пропорционально растворенному в воде кислороду и тетранта – теосульфат натрия точно известной концентрации. Теперь очередь за тетрованием. Здесь никаких новостей нет, хорошо известный процесс. Добавляем индикатор – 1% раствор крахмала и тетруем до обесцвечивания пробы. Единственная возникшая перед нами сложность – это то, что использованный крахмал не образовывал гомогенного раствора и приходилось учитывать наличие его микрогранул в растворе. Но наши опытные аналитики справились и с этой проблемой. В результате были получены значения расхода тетранта – стандартного раствора теосульфата натрия – для каждой из исследуемых проб. Затем расход тетранта мы пересчитали в концентрации растворенного кислорода и получили наши научные данные о состоянии исследуемых водоемов. Обсуждение полученных результатов будем делать в следующих сериях.